Каким цветом будем сшивать? Белым, серым или черным? Незаметный шов получается не за счет применения каких-то особых приемов, а за счет того, что соединять полоски мы будем теми же с хвостиками, которые провязывали. То есть я провязала полосу и не делаю длинную протяжку. Мне не надо прятать ее. Я ее отрезаю, причем отрезаю с таким расчетом, чтобы не хватило на сшивание вот этой полоски, которую я провязала. То есть каждый раз, когда мы провязываем длинную полоску, хвостик подлиннее. Не широкая полоска, хвостик можно покороче. Отрезали. Берем следующий цвет. Узелки можно завязывать сразу, можно потом. Все зависит от степени растяжения пряжи. Не тянутся петли, можно завязать потом. И провязываю следующую полоску. Следите за тем, чтобы у двух деталей, которые будете соединять, полосы были абсолютно одинаковые. Широкая полоска. Оставляю нить подлиннее. Есть две детали. Вот то, что я вам говорила. Смотрите, чтобы с одной стороны обязательно были хвостики. С одной хвостики есть, с другой нет. Сшивать гораздо проще. Складывайте лицом к лицу. И желательно сколоть булавочками. Булавки. Хотя бы в нескольких местах, потому что полоски уже являются достаточно хорошей меткой для определения. Складывайте две детали лицом к лицу. В нескольких местах подкалывайте булавками, чтобы не перекосить полотно. Хотя полоски уже сами собой являются метками для сшивания. Чем хорош этот способ? Вам без разницы, сшивать сверху, снизу или посередине. Вы можете сшить несколько элементов в середине полотна, а потом с боков. Если этого требует технологический процесс, не забудьте закрепить хвостики, завязать узелочки при смене цвета. Берем деталь. Берем тот хвостик, который будем зашивать. Выбираю подлиннее. И ввожу петлю-уловитель в первую петлю серого цвета. И вывожу из первой петли серого цвета. Неважно, вы зашиваете петлю-уловителем, иголкой или на машине. Самое главное, четко совмещать цвет. Второй смену цвета я складываю рядышком и придерживаю пальцем. Таким образом, не будет сложно перекосить полоску завершающую петлю с одной стороны, завершающую с другой стороны. Хвостик. Смотрим, что у нас получилось. Отличное соединение. Продолжаем. Белый цвет. Соединяю края. Первая петля белого с одной стороны, первая петля белого с другой стороны. И сшиваю. Смотрю. Завершается белый, завершается белый. Смотрим, что получилось. Отлично. Самое главное, четко совмещать полоски. И так, дошиваете всю деталь. И так, дошиваете всю деталь.